привет сегодня расскажу вам про дом с очень интересной историей строительства видите вот это старое здание именно к нему должен был быть пристроен проект шале который мы сегодня рассматриваем но в процессе проектирования заказчики все-таки решили построить отдельное здание но в непосредственной максимальной близости к своему старому дому что из этого получилось давайте смотреть дом расположен в стародачном микрорайоне опалиха все участки здесь маленькие и наш случай не исключение его размер 5 соток на участке была расположена половина дома рассчитанного на две семьи соответственно вторая его половина приходилось на участок соседей изначально была идея снести имеющуюся половину дома и пристроить к соседской половине новое жилое здание по проекту бавария или тетрис на участок выехал инженер и провел работы по аэрофотосъемке на основании полученных данных был выбран проект шале с в него внесли серьезные корректировки связанные с будущим пристроем к существующему дому с его стороны убрали все оконные блоки и добавили мансардные окна сама пристройка должна была находиться на расстоянии одного метра с примыканием с помощью холодного навеса когда все работы по проектированию завершили стало ясно что затея с пристройкой обойдется дороже чем возведение нового дома в итоге от нее решили отказаться и строить отдельно настоящий дом из проекта ушли мансардные окна и вернулись обычные оконные блоки после этого работы на участке наконец-то закипели каждый день заказчики наблюдали за ходом строительства потому что жили прямо по соседству вот в этом доме по итогу получился вот такой презентабельный коттедж площадью почти 140 квадратных метров он облицован черным кирпичом андреевского завода с белыми швами и рельефным выделением окон скатная крыша и крыльцо покрыты штучной черебицей брас того же цвета для контраста лобовые доски подшивка свесов клыки а также система водосливов от фирмы деки и конструкции крыльца оформлены белым цветом площадь крыльца составляет шесть с половиной квадратных метров через него мы попадаем во внутреннее пространство дома в прихожую с технологической зоной общей площадью чуть больше девяти квадратов тех зона размещена под лестницей на второй этаж и отделена от прихожей с помощью арки проходим в главное помещение первого этажа гостиную площадью почти 22 квадратных метра это просторное светлое помещение с пятью окнами и белыми несущими балками на потолке в этой планировке гостиная и кухня по сути составляют единое пространство они условно разделены деревянными колоннами и покрытием пола в гостиной пол покрыт ламинатом а на кухне керама гранитом кухня занимает 13 с половиной квадратных метров это компактное помещение где ставка сделана на рабочую поверхность для приготовления пищи угловое расположение гарнитура позволило разместить всю бытовую технику сэкономив пространство также визуально расширяет комнату отсутствие верхних шкафов гарнитура кухня расположена в центральной части дома она объединяет гостиную 12-метровую спальню и небольшой санузел в нем расположена раковина унитаз и душевая кабина последняя выполнена в минималистском стиле от остальной комнаты и отделяет только стеклянная перегородка а на полу нет никакого поддона лишь бортик сдерживающий воду и слив рядом с санузлом расположена лестница на второй этап этаж она ведет в девяти метровый холл это пространство объединяющие все помещения второго этажа и имеющие выход на чердак по правую руку от лестницы расположен второй санузел площадью чуть более пяти квадратных метров здесь за перегородкой удобно расположилась ванна и унитаз а возле окна установлен умывальник и зеркало второй этаж дома это зона отдыха здесь расположены три спальни разной площади от 13 с половиной до 18 с небольшим квадратных метров в каждой предусмотрена ниша для шкафов в этом доме комбинированная система отопления в спальных на стенах мы видим установлены жидкостные радиаторы а в других помещениях смонтирован теплый пол санузлах он электрический а в гостиной кухне и прихожей жидкостной владельцы этого дома тщательно продумывали планировку подстраивая ее под свои желания но есть и другие варианты расположения комнат в проекте шале например этот где почти весь первый этаж занимает огромное жилое пространство объединенной столовой и гостиной с каминной зоной или вот такой вариант где камин в гостиной стоит в углу при этом холл и столовая объединены в просторное пространство тех помещение занимает отдельную комнату за камином а зона хранения расположена в прихожей под лестницей на второй этаж третий вариант просторная прихожая кабинет или гостевая спальня на первом этаже, небольшой санузел и громадная гостиная, объединенная с маленькой кухней. При этом на втором этаже уже не три, а четыре спальни. И четвертый вариант с сауной на первом этаже, где она является частью санузла. В этом варианте планировки в доме максимальное количество изолированных помещений. Кухня-гостиная уменьшены за счет появления дополнительной спальни или кабинета. Есть большое техпомещение, небольшая прихожая и лестница на второй этаж. Все это соединяет изогнутый холл. На втором этаже здесь вновь три спальни примерно равного размера. Увеличен холл и появляется небольшая гардеробная. К слову, если ни одна из этих планировок вам не подошла, можно спроектировать полностью индивидуальное расположение и назначение комнат. А если вы еще не определились с проектом, то пройдите короткий тест на нашем сайте и мы подберем для вас несколько проектов под ваши пожелания с полным расчетом стоимости. На сегодня все. Если вам было интересно это видео, то подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить новые выпуски о полностью готовых к жизни домах. С вами был Александр Ловицкий, до встречи на канале Бако. Ищите нас в Яндекс.Дзен и вступайте в группу во Вконтакте. Ссылка в описании ролика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова